Дорогие интернет-зрители 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 Он не слишком лучше, если не сказать, что даже хуже. Он очень тяжелый. Как мы с вами выяснили, этот стоит на порядок меньше. Но мне кажется, он будет оптимальным вариантом. Так, давайте возьмем его вот таким вот фиолетовым, я не знаю, какой-то, сиреневым. Так, берем. Ну, а на оставшиеся деньги нам его лучше качнуть и подвести под параметры старшего брата, скажем так. Так, давайте ему сразу масло. Нет, давайте сразу ему масло не будем менять. Мы сейчас посмотрим, сколько у него мощей тут. Я думаю, нам надо его мощность довести где-то в район до 400 лошадей. Постараться, по крайней мере. Тогда будет все чики-пуки. Так, вот смотрите, у него сейчас, если компьютер взять, будет 349 лошадей. В любом случае, берем. Самый дешевый способ проапгрейдиться. Так, запоминаем эту цифру. 349 лошадей. Теперь идем, выливаем старое масло негодное, которое нам подсунули в автосалоне. Так, и заливаем наше. Наша православная Mobile 1. Ага, Mobile 1. Так, и знаете что, мне не нравятся очень его колесики. Точнее, его диски. Давайте заменим на что-нибудь более стоящее. Давно мы не покупали дисковичи. Так. Еще такая-то фигня в Ози Рейсинг. Йокогама. Давайте Йокогаму попробуем у Sold Out. Да, это мы с вами их и купили. Ух ты. Так. Что-нибудь попробовать купить. Не обычное, не двойную звезду, как мы обычно делаем. Отойти чуть-чуть от традиций. Так, а есть что-нибудь такое в цветах вашего болида? Ужасно, да, смотрятся эти? Блин, плохо покрутить нельзя. Как это можно сделать в ГТС? Так. Я не знаю. Вот эти вроде не чудаки. Давайте их возьмем. Пойдет. Так, ладно. Выходим отсюда, продолжаем. Серьезными вещами заниматься. Так. Теперь нам надо посмотреть, сколько стало лошадей. О, было 349. Стало 367. Отлично. Смотрите, почти 20 лошадей добавило. 18, да? Может, оно как-то проценты, наверное, добавляет. Я не думаю, что на 20 лошадей. На каждую тачку добавляет. Даже на какой-нибудь, не знаю, там, Хонду Бит, который всего 60 лошадей. Так. Так, 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 так. Че у нас есть в турбинах? В турбинах у нас ничего нету. Он у нас атмосферник. Ладно. Так, тогда вот это должно быть прокачка. Тут заточка. Че тут, я не знаю. Третья стадия нету. Вторая стадия. Ну-ка, сколько она добавляет? О, 491. Ну, не, я думаю, это слишком круто. Ну, давайте вот это возьмем. Получается, фильтры. И как раз будет у нас искомые с вами 400 лошадей. Берем. Ставим. И теперь покрышки. Самое главное. Так, ну давайте проверенный медиум, наверное, поставим. Такой прям оптимал. Соотношение цена-качество. Так, и че нам, че нам, че нам? 3000, блин, осталось. Совсем ничто. Я не знаю, давайте облегчим, что ли. Чуть-чуть. Мы и так были легче, чем соперники, но надо развить преимущество. Так, ну и пойдет. Надеюсь, по крайней мере. Так, ну что же. Последний чемпионат. Нас ожидает. Серебряные стрелы. Легенда серебряной стрелы. О! Тест-курс тут есть. Так, за первое место десятку. Лицензия B сюда нужна. Совсем слабенький чемпионатик-то. Ну ладно, погнали. Тест-курс. Посмотрим, как мы по мощности. Как раз эта вот трасса прям сразу покажет, как у нас дела с мощностью обстоят. Лай! Бррр! Нельзя, нельзя перед гонкой засыпать. Так, давайте отключаем всех помощников. Блин, хотя тут вот это можно все отключить в опциях. Я думал это... И я отключил в опциях. Я думал это сразу у всех машин все отключить, чтобы на каждой тачке новой сюда вот не заходить, не отключать. Но нет. Оно так не работает. Поэтому приходится все равно заходить и все равно на каждой тачке, блин, отдельно отрубать. Ладно, погнали. Ух ты, два компрессора здесь. Зачем их сюда запихнули? Компрессоры, эти пылесосы. Они же слабые. Ну, хотя, может быть, их прокачали до нашего уровня примерно. Так, ну сейчас сразу станет ясно. Компрессор это вообще ни о чем. Понятно. Это второй компрессор. Это CL600, да, был? Да. Задница отличается. Так, и это наш товарищ. Да! Ого! Короче, мощности у нас за глаза просто. Даже, наверное, переборщили. Ладно. Давайте немножко поговорим о наших баранах, что называется. Столько произошло событий, блин, за это время, что мы вот гран-туризмы не проходили. За неделю, вот за эту. У нас же тут начался летний перерыв. И, в общем, грянул гром. Как говорится, никогда не было. И вот опять. В общем, объявил Фернандо Алонсо о том, что заканчивает он свою карьеру, в крайней мере, в Формуле 1. И уходит. Уходит по окончании этого сезона. Сезон он до конца доедет. Но это, конечно, нежданчик. В принципе, ну как? Можно было, конечно, подумать, что он уйдет. Ну, вроде бы, все-таки в Макларен дела получше пошли. Но нет. Не захотел он оставаться. И этим самым он такую волну запустил каких-то переходов. Ну, или, если хотите, трансферов, да, на английский манер. То есть... А, ну и еще один человечек. Еще Рикьярдо. Все-таки он решил уйти из-под крыла своих многолетних опекунов, боссов из Рэдбула. И, в общем, уже доподлинно известно, что он переходит в Рено. С следующего года Рикьярдыч будет желтенький птенец. И, в общем, тут неизвестно, что. Плюс тут еще Форс Индия. Она же была на грани краха. Вот последняя гран-при в Венгрии, которая была перед летним перерывом. Они уже туда приехали в ранге... Ну, не в ранге, скажем так, а с введенным внешним управлением. То есть, они не были банкротами, но все было шло к тому. но, но, товарищ Строл, батька Лэнса, он тоже внес свою лепту и спас, в общем-то, Форс Индию. А, это значит, что теперь это, по сути, его команда и его команда, которую он спас для своего сынка. Она не его, по факту, является. То есть, он не выкупил ее полностью, он не стал... То есть, он расплатился по долгам, он не стал выкупать акции Форсов, но, тем не менее, он стал, внес большой и весомый денежный вклад, поэтому, по сути, как бы, не по факту, а по сути, он, да, он все-таки, наверное, является, по крайней мере, одним из совладельцев. Вот. Что там будет дальше, как они переименовываться будут или нет, это, в принципе, не столь важно. Главное, он спас команду и не будет у нас еще одного разочарования. Ну и, естественно, Лэнс Тролл у нас в следующем году будет выступать за Форс Индию, ну или как бы она там ни называлась. В общем, кто будет его напарником, пока непонятно, но, скорее всего, вместо перца он туда пойдет. А кон, наверное, все-таки там останется, потому что за перцем-то вообще особо никого нету. А кон все-таки протеже Мерседеса и им-то двигатели все равно нужны будут. И окон, я думаю, они оставят. вот. Ну и, в общем, это, конечно, в общем, в отличие от всех предыдущих сезонов, многих, у нас в следующем году будет очень большие перестановки. Как бы даже Ленсик-то не перебежал в Форс Индию после летнего перерыва, может быть, даже, наверное, такое. Тогда я не знаю, куда перцу бежать. Перец тогда в Вильямс, наверное, на его место до конца сезона перейдет. Там посмотрим. В общем, в этой связи не ясно, что будет наш Серега делать. Все, конечно, очень непонятно пока. Плюс, вот буквально несколько часов назад объявили, что уже и Карлос Сайнс переходит в следующем году в Макларен на место ушедшего Фернандо Алонсо. Так, давайте Триал Маунт у нас теперь в обратку. Здесь, конечно, я думаю, будет посложнее. Все-таки это не по прямой ехать. У нас в мощности, конечно, преимущество. Вот. Посмотрим. Поэтому одного испанца Макларен меняет на другого. И кто будет его напарником, непонятно. Ван Дорна они оставят или возьмут кого-то из своих там новичков в протеже. Хотя, вроде бы, они сказали, что двух новичков брать вроде бы как не с руки. Ну, в общем, это не вариант. Ван Дорн-то уже не новичок все-таки. Третий сезон уже. Поэтому. Не третий, второй, да? Ой-ой-ой-ой. Ага. Ну да, мощности-то уже много. Много. И в поворотах тут надо аккуратнее. Вот. Поэтому неизвестно, неизвестно. Что касается Алонса, он так как-то ну, вроде как намекнул, что может вернуться, если у Маков через год пойдут дела лучше. Он, скорее всего, 19-й сезон он откатает в Инди Кар. Уж, по крайней мере, Инди 500 он точно проедет в следующем году. Потому что он же у нас хочет собрать тройную корону. Трипл Кроун. Две, два пункта или две короны у него уже есть. Это Монако. И в этом году он взял Лиман. Если кто не в курсе. Вот. Поэтому ему осталось из таких, из легендарных гонок выиграть только Инди 500. И в принципе он и в Инди 500 был достаточно близок к победе. Но Хонда преградила путь и не спустила дух. Поэтому в следующем году вроде бы как Макларен собирается в Инди 500 дебютировать. по крайней мере как машину выставить на базе там на базе чего на базе Пенский по-моему. раскраска будет естественно Маклареновская там оранжевенькая все дела. Но я думаю может им даже и не стоило потому что вот этот оранжевый цвет он уже что-то может быть не только в Хонде дело может быть еще и в цвете ну как у Феррари в 16-м году они все свои проблемы списали на белую полоску. Вот поэтому у Макларена возможно во всем виноват их оранжевый такой вот апельсиновый цвет. Поэтому может им и не стоит выступать в оранжевых цветах. Ну в общем посмотрим. Не думаю я конечно что он совершнется и у Макларена если даже дела пойдут лучше в 19-м году там в 20-м ну уж гонки они выигрывают точно не начнут. Максимум это они вернутся в ну в лидеры средней группы может быть типа как Реноут в этом году. Регулярно там очки начнут зарабатывать может там несколько подиумов возьмут но не более того. Тем более у нас особо сильных перемен в регламенте пока не ожидается только с 21-го года ну а к 21-му году Алонсо вообще уже будет 40 сколько 40 лет будет хотя Михаил Шумахер в 41 вернулся но правда уже формы той не смог набрать вот поэтому такие дела так ну тем временем достаточно легко мы выиграли вторую гонку да переборщили мы с мощностью конечно ну я не знал я все таки это один из последних все равно чемпионатов правда там лицензия Б надо было глянуть что Б вот и вот правда Рим в обратку я его вообще плохо знаю вот тут могут быть серьезные проблемы кстати даже независимо от того что у нас мощности больше плохо плохо я его знаю вот так что многие конечно опечалились тому и Фернандо Алонсо уходит ну если честно я за Фернандо вот сколько он выступает в формуле 1-17 лет я за него никогда не болел ни в одном из сезонов он у меня не вызывал ну то есть в те годы когда он боролся за титул в общем у меня всегда был какой-то другой пилот за которого я болел в 2005 я за Кими болел там в те времена когда он выступал в Рено но еще не боролся за титул это в 2003 2005 я именно в их паре я за Трули болел вот потому что там было известно что Трули достаточно сильно притормаживают вот и поэтому я ему сопереживал и когда у Трули получалось обходить Алонсо я радовался достаточно сильно в 2003 в 2003 Трули проиграл ему Алонсо хотя в квалификациях они все равно были достаточно близки потому что Трули он квалификационный боец конечно уникальный был вот а в 2004 он даже уделал Алонсо уделал и по очкам и по квалификациям и победу он единственную в том сезоне именно он одержал в Монако где Алонсо как раз таки разложил свой болид так что в 2004 Трули был повыгоднее на фоне Алонсо но потом его начали уже откровенно сливать где-то в 3-3 сезона и все и потом его вообще из команды выкинули и конечно ну в общем там все ясно стало что из Алонсо прям звезду делают вот ну а когда он Феррари перешел то я тогда за Феррари вообще в принципе не болел уже ну так за Масу наверное переживал хотя было понятно что в Масе ничего не светит но тем не менее единственное когда я за Алонсо болел ну так и то не болел а просто симпатии скажем так были на его стороне это в 2012 году когда стало ясно что борются они только вдвоем с Феттелем за титул то я немножечко симпатии у меня сместились в сторону Алонсо потому что за Феттеля вообще никогда не болел и как бы единственный нет вру единственный момент когда я болел за Феттеля это в 2008 году в Бразилии когда он на последних кругах атаковал Хэмильтона и вот тогда я за него болел реально нифига себе на Тора Росса Макларен атакует парень ну тогда он еще не был пальцем поэтому за него можно было поболеть вот такие дела поэтому не особо я переживаю насчет того что Алонсо уходит ну такая некая ностальгическая что ли есть просто печаль что типа уходит эпоха ну действительно из магиканта собственно когда уйдет Алонсо останется только Кимми Райкин хотя в принципе все думали что уйдет именно Кимми раньше чем Алонсо но вот хотя насчет Кимми еще не все ясно но Алонсо уже уходит так еще мне знаете что интересно вот смотрите CLK 55 он уделывает SL600 о чем я и говорил что несмотря на то что SLK она мощнее но он гораздо тяжелее там реально несколько сотен килограмм и это все равно выводит на первые роли именно CLK так ладненько вот мы собственно и одолели в принципе и в Риме особых проблем не было так что за тачку нам дадут что-то открытое а ну компрессор да компрессор дали ну в общем не знаю есть будет дальше чемпионат родстеров или нет а еще из-за бигинер дали ну может дадите прокачанную какую-нибудь машину нет не дали дали нам лансер четвертый причем который у нас уже есть могли бы уже какой-нибудь серьезный вау да ладно даже так да вы что серьезно что мы не игру прошли ладно давайте посмотрим титры давайте я тогда отключусь ненадолго и мы вернемся когда пройдет эта киношка вау Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы больше не новички Теперь мы средники Переходим в среднюю лигу Хотя мы в принципе в нее уже перешли Там у нас пройдено несколько чемпионатов Но продолжим мы ее добивать В следующей серии А в этой давайте прощаться Надеюсь, вам понравилась эта серия Пишите в комментариях, что вы думаете Насчет Алонса Насчет Макларена Насчет то, чем вообще Фернандо займется дальше Вот Ну и надеюсь, что наше прохождение вам тоже понравилось В общем, всем пока-пока С вами был, как всегда, Скудер Ни слово об играх, канал Вот Ну и увидимся в следующих сериях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok